Читаем вместе. Продолжаем читать книгу «Библейские принципы здорового питания» автор Дон Колберт. Страница 55. Глава 3. Рыба, которую ел Иисус. Несколько лет назад вышла популярная кулинарная книга, в которой предлагалось 100 способов приготовления гамбургеров. Эта книга стала бестселлером. Думаю, что во времена Иисуса бестселлером стала бы книга под названием «101 рецепт рыбных блюд». В библейские времена ловля рыбы в реке Иордан и Галилейском море была важным средством добывания пищи. Во время исхода из Египта израильтяне ловили рыбу в Красном море. Евреи были искусными рыбаками. Даже некоторые ученики Иисуса по профессии были рыбаками. Многие проповеди и чудеса Иисуса были связаны с ловлей рыбы. Мы знаем, что Иисус почти ежедневно ел свежую и, как мы сказали бы сегодня, экологически чистую рыбу. Я думаю, что основными продуктами в рационе Иисуса были хлеб и рыба. Почему я так считаю? Потому что в те дни рыба была главным пищевым продуктом животного происхождения. Во времена Иисуса рыбу ловили главным образом в Галилейском и Средиземном морях и в реке Иордан. Израильтяне ели разнообразную рыбу. На рынках Иерусалима рыбы было так много, что одни из ворот в старую часть Иерусалима назывались рыбными. Во времена Иисуса обычный человек мог позволить себе мясо только по праздникам, а рыба была дешевой и составляла постоянную часть ежедневного рациона. Жители Галилеи, по всей вероятности, ели рыбу каждый день. Иисус часто упоминал рыбу в своих проповедях. Например, в Евангелии от Луки говорится о том, что Он включил рыбу в число благих даяний. «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? «Итак, если вы, будучи злый, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Луки 11 глава, 9 стих, 11 и 13 стихи. Когда Иисус творил чудеса, Он в некоторых случаях использовал рыбу. Два раза Он накормил множество народа несколькими небольшими рыбинами. Евангелист Матфей рассказывает, как Иисус взял два хлеба и две рыбы, благословил их, преломил и дал ученикам, чтобы они накормили 5000 человек, кроме женщин и детей. Смотрите, Матфея, 14 глава, 16 по 21 стих. «В другом случае Иисус взял семь хлебов и немного рыбок, воздал благодарение, преломил и дал ученикам Своим, а те народу. И ели все, и насытились, а евших было 4000 человек, кроме женщин и детей». Матфея, 15 глава, 36-38 стихи. Рыбки, упомянутые в этих отрывках Писания, могли быть сардинами, которые относятся к семейству Сельдевых. В обоих случаях много рыбы еще осталось после того, как все наелись. Как считают некоторые историки, во дни Иисуса в Галилейском море выходили рыбачить около 500 лодок. Временами они приносили богатый улов. Два выдающихся улового рыбы упоминаются в связи с Иисусом и его учениками. Однажды Иисус проповедовал с лодки, как с кафедры, и после проповеди посоветовал Петру и его товарищам закинуть сети на глубину. Будучи успешными и умелым рыбаком, Петр знал, что в середине солнечного дня рыба уходит из сетей, Но, подчиняясь приказу Иисуса, зашел в глубокие воды и раскинул сети. Сети принесли невиданный улов, поразивший Петра. И говорит им Иисус, идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков. Матфея 4, глава 19 стих. Рыбаки тут же бросили свои сети и пошли за ним. В другом случае Иисус послал Петра рыбачить, сказав ему, «Пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешься в статир, мелкую монету». Матфея 17, глава 27 стих. Затем Иисус велел Петру отдать эту монету в качестве подати церковным сборщикам налогов, которые требовали от него Иисуса денег на храм. Смотрите Матфея 17, глава 24 стих. Ловля рыбы с Иисусом действительно приносила плоды. После воскресения однажды утром Иисус появился на берегу Галилейского моря. Петр и другие ученики ловили рыбу всю ночь, но ничего не поймали. Иисус окликнул их с берега, сказав, чтобы они забросили сети справа от лодки. Они так и сделали, и поймали столько рыбы, что не смогли втащить сети в лодку. В то же утро, придя на берег, ученики увидели, что Иисус уже развел костер и приготовил для них завтрак из рыбы и хлеба. Чистая и нечистая рыба. В законе Моисея даются указания по поводу рыбы, пригодной и непригодной для употребления в пищу. Из всех животных, которые в воде, ешьте сих, у которых есть перья и чешуя в воде, в морях ли или реках, тех ешьте. А все те, у которых нет перьев и чешуи, в морях ли или реках, из всех плавающих в водах и из всего живущего в водах скверны для вас. Они должны быть скверны для вас. Мясо их не ешьте, и трупов их гнушайтесь. Все животные, у которых нет перьев и чешуи в воде, скверны для вас. Левит, 11 глава, с 9 по 12 стих. Ритуальное применение относилось только к животным и птицам, но не к рыбе. Рыбу делала чистой только ее принадлежность к определенному виду. Чешуей считается то, что человек может счистить с тела рыбы, не задевая при этом кожу. Костные выросты чешуей не считаются. К рыбам с чешуей, которые считаются нечистыми, относятся рыба-меч, осетр, акула, пинагор и камбала. Сом, некоторые виды бычков и морской черт не имеют чешуи. Морепродукты. Все ракообразные и моллюски не имеют чешуи и поэтому считаются нечистыми. К ракообразным относятся крабы, омары, креветки и раки, а к моллюскам устрицы, мидии, розинки и гребешки. Рыба, которую ел Иисус. В Америке употребление в пищу сырых моллюсков часто вызывает отравление. Моллюски переносят такие болезни, как гепатит А и сальмонеллез. Моллюски обладают замечательной способностью очищать воду от болезнетворных бактерий типа холеры и токсинов, встречающихся в сточных водах. Устрицы и розинки могут очистить от 20 до 50 галлонов морской воды в день. Вредные вещества при этом остаются в организме моллюска. Употребление таких моллюсков в пищу может вызвать отравление. Симптомы отравления начинаются с онемения губ и языка, которое распространяется на руки и ноги, вызывая затруднения дыхания. К сожалению, из-за повышенного покупательского спроса на моллюсков, их коммерческий лов производится вблизи от берега, где вода очень сильно загрязнена. Это приводит к росту числа случаев пищевого отравления моллюсками. Лично я считаю моллюсков тараканами моря. Они поглощают вирусы, бактерий, паразитов и токсичные отходы, действуя как миниатюрные мусоросборники. В Писании говорится, что надо избегать употреблять их в пищу, что они скверны для людей. Левит 11 глава 12 стих. Сом – нечистая рыба. Сомы из рек и ручьев являются самым зараженным токсинами донным видом рыб, поскольку они первыми потребляют промышленные загрязненные отходы, быстро оседающие на дно водоемов. В США сом пятый по объему продаж вид рыбы, причем большая его часть выращивается в садках на рыбозаводах. Несмотря на это, не надо забывать, что сом был создан для очищения водоемов. То, что рыба поступила в продажу с рыбозавода, не означает, что она выращивалась в чистой воде. Рыбозаводы часто расположены на территории, прилегающей к промышленным предприятиям, да и садки для выращивания рыбы заполняют водой из загрязненных водоемов. Подобно креветкам, омарам и прочим моллюскам, сом был изначально создан Богом для того, чтобы служить очистителем природных водоемов. Все эти виды способны безболезненно поглощать токсические загрязнители и при употреблении в пищу передавать их человеку. Польза рыбы как продукта питания Питание чистыми видами рыб, имеющих чешую и плавники, очень полезно для человека. Проведенное в США исследование факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, включающие более 13 тысяч испытуемых, показало, что риск смерти от инфаркта приблизительно на 40% ниже для людей, которые регулярно употребляют в пищу рыбу. Большинство видов рыб содержат высококачественные белки, необходимые питательные вещества типа витаминов группы В, цинка, меди, магния, йода и других минеральных солей. Есть рыбу очень полезно. Питание рыбой разжижает кровь, защищает кровеносные сосуды от повреждений, препятствует образованию тромбов, снижает содержание в крови плохого холестерина, снижает артериальное давление, снижает содержание триглицеридов в крови, уменьшает вероятность инфаркта и инсульта, снижает риск заболеваний волчанкой, туберкулезом кожи, помогает при воспалительных процессах, облегчает симптомы ревматоидного артрита, регулирует работу иммунной системы, облегчает головные боли, помогает при бронхиальной астме, способствует выздоровлению на начальных стадиях заболеваний почек. Кроме того, при проведении опытов на животных было доказано, что питание рыбой подавляет рост раковых опухолей. В рыбе содержатся необходимые жиры. Распространено мнение, что любая жирная пища вредна для человека. Однако это не так. Наш организм нуждается в некоторых видах жиров, например, в тех, которые называются необходимыми жирными кислотами. Название «необходимые» было дано им по той причине, что организм человека не способен сам их вырабатывать. Человек получает эти вещества только с пищей. С другой стороны, продуктов, богатых насыщенными жирами, действительно стоит избегать. Рыба содержит мало насыщенных жиров. Впрочем, содержание жира сильно варьируется в зависимости от вида рыбы. Диетологи делят виды рыб на три группы. С низким содержанием жира – менее 5 грамм жира на 100 граммовую порцию. И с высоким содержанием жира – от 5 до 10 грамм жира на порцию. И с очень высоким содержанием жира – более 100 грамм жира на порцию. В группу с низким содержанием жира входят треска, камбала, морской окунь, пикша, палтус, окунь, минтай, сайда, радужная форель и желтоперый тунец. В группу с высоким содержанием жира – луфарь, кефаль, барабулька и обыкновенный тунец. В группу с очень высоким содержанием жира – сельдь, макрель, лососевые, семга, кита, горбуша и другие примечания переводчика – и сардины. Рыба последней группы очень богата необходимыми жирными кислотами омега-3. В середине 80-х годов в престижном американском медицинском журнале New England Journal of Medicine появилось несколько статей, посвященных полезным свойствам рыбных жиров. Например, люди, в рационе которых содержится много таких жиров, реже умирают от сердечных заболеваний. В одной из этих статей сказано, что уровень инфарктов у гренландских эскимосов составляет всего 10% от количества таких больных среди взрослого населения США. Автор статьи, доктор Джордж Дайсберг, проводивший исследования эскимосов в конце 70-х годов, показал, что несмотря на то, что в рационе эскимосов преобладала жирная морская рыба и тюлене мясо, концентрация плохого LDL-холестерина в их крови была низкой, а хорошего HDL-холестерина – высокой. Рыбный жир содержит две очень важные жирные кислоты, которые организм человека обычно может вырабатывать самостоятельно. Однако некоторые люди теряют эту способность из-за болезни или по другим причинам. Наиболее богаты этими кислотами – холодноводные рыбы, относящиеся к группе с очень высоким содержанием жира – макрель, цардины, лососевый сельдь. У этих видов рыб жирные кислоты омега-3 составляют 15-30% от общего содержания жира. В рыбе с низким содержанием жира тоже имеются жирные кислоты, только в меньших количествах. Жирные кислоты омега-3 имеют массу полезных для здоровья свойств. Они способствуют снижению уровня холестерина в крови, улучшают метаболизм сахаров и работу веществ нейротрансмиттеров, необходимую для функционирования мозга, включая память. В частности, рыбные жирные кислоты повышают проницаемость мембран мозговых клеток, улучшая взаимодействие между синапсами нервных клеток и, следовательно, работу мозга в целом. На английском языке есть поговорка, что полезно сердцу, полезной голове. Вспомним, что рыба издавна считалась пищей для мозга. Рыбные жиры используются для профилактики атеросклероза, болезни сердца и инфаркта. С их помощью можно на 65% снизить содержание 3 глицеридов в крови. Кроме того, рыбные жиры способствуют понижению артериального давления, снижают воспаление при ревматурном артрите и волчанке. Их можно применять как противовоспалительное лекарство. Результаты лечения проявляются уже через месяц. Одним из мощных источников боли и воспалительных процессов в организме является вещество под названием лейкотриет B4. Уровень этого соединения можно снизить сильнодействующими лекарственными препаратами. Но все эти препараты имеют опасные побочные эффекты. Другой способ борьбы с лейкотриеном B4 – это употребление в пищу рыбного жира. Я голосую за рыбный жир обеими руками. Рыбные жиры также помогают при мигрене, псориазе, астме, диабете, глаукоме и многих других серьезных заболеваниях. Вероятно, их можно использовать для профилактики некоторых видов рака. Они стимулируют выработку иммуностимуляторов эйкосаноидов, которые уменьшают воспалительные процессы и размножение раковых клеток. В опытах на животных было показано, что рыбный жир способен подавлять рост и метастазы раковых опухолей. Рыбный жир можно принимать как пищевую добавку. Иисус получал необходимые ему жирные кислоты из разнообразных видов рыбы, присутствовавших в его рационе. У нас с вами есть выбор – получать те же кислоты из рыбы или принимать их как пищевую добавку. Рыбий жир продается в аптеках, в капсулах или в жидком виде. По моему мнению, лучше всего и принимать капсулу с рыбным жиром и несколько раз в неделю есть жирные сорта рыбы. Прием 2-3 капсул рыбного жира в день эквивалентен 2-3 порциям рыбы, богатой омега-3, например, лосось, макрель, сельдь или сардины в неделю. Одна капсула рыбьего жира обычно содержит 180 мг ЕРА или 120 ДХА. Если вы страдаете каким-либо заболеванием, при котором помогают омега-3, содержащие жиры, я рекомендую увеличить количество принимаемых капсул. Выбирая рыбий жир, всегда берите капсулу более светлого цвета и обращайте внимание на то, содержат ли они витамин Е, предохраняющий от порчи. Я обычно разжевываю капсулу, чтобы проверить ее свежесть. Резкий рыбный запах при разжевывании признак того, что капсула прогоркла и непригодна к употреблению. Откупоренные пузырьки с рыбьим жиром следует хранить в холодильнике. Продолжение следует...